Более полутора тысяч километров, примерно столько, сколько от Сочи до Москвы. Такова длина всех общегородских дорог курорта. Широкие магистрали и узкие поселковые трассы. И паспорт нужен каждый. Это первый шаг к хорошему состоянию. Пришили вопрос присвоения идентификационных номеров каждой дороги. Сквозная номерация это по распоряжению транса. Но вот кто и как использует эти дороги, другой вопрос. Глава города поручил разобраться со стихийными стоянками, например, грузового транспорта на Донской или такси на Платановой. Результат должен быть быстрым, настаивает Анатолий Пахомов. Сжатые сроки даны для упорядочения другого процесса. 600 квартир выделено для нуждающихся в жилье. Работникам социальной сферы, детям-сиротам, переселенцам из ветхого жилья. Чтобы точка была поставлена, Анатолий Николаевич берет это дело под контроль. Но самое главное, конечно, Анатолий Николаевич, чтобы спешки тут такая не было. Мы знаем, что каждая квартира должна попасть в руки, кому она нужна. Это первое. И законным путем. Чтобы смотрели внимательно, чтобы там у нас никаких не было нарушений. Все списки пройдут через прокуратуру правил. Под контролем и другая тема. Праздничная. До наступления Нового года Сочи примет еще несколько торжеств. 21 декабря в городе подведут итоги Олимпийского года. В программе первенца по шортреку, международный турнир по хоккею и первый кубок Евразии среди детских команд «Хоккейная сказка». А еще парад спортивных школ Сочи, который обещает быть более чем зрелищным. Самый большой в нашей стране флаг Российской Федерации, площадью более тысячи квадратных метров, был развернут здесь, перед театром, во время празднования Дня города. И тогда он занял практически всю поверхность. В следующий раз ему будет где развернуться в прямом смысле слова. Потому что произойдет это на площади Меддалсплаза во время спортивного праздника.